Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем читать 30-ю главу этой книги. В этой главе рассказывается об устроении алтаря Кадильного, о священной подати, об устроении умывальницы, елея помазания и о священном курении. Вот эти темы мы сегодня постараемся рассмотреть. Итак, мы читаем 30-ю главу с 1 стиха и ниже. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». Мы уже с вами помним, знаем, что дерево сетим использовалось, потому что это было твердое дерево, это акация, и там не заводились черви. Это призыв к нашей совести. Если мы хотим участвовать в домостроительстве Божьего спасения, мы должны быть тверды в нравственных началах, чтобы никакие грехи, пороки, скверны не заводились бы в нашей душе, как некие черви, которые пожирают человека изнутри. Длина ему, то есть жертвеннику, локоть, и ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, вверх его, и бока его кругом, и роги его, сделай к нему золотой венец вокруг. Это жертвенник для сжигания благовоний. То есть эти функции сейчас выполняет у нас кадильница, хотя кадильницы у них тоже были. Обложи его чистым золотом, вверх его, и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг, а под венцом его на двух углах его сделай два кольца из чистого золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, то есть углублением для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом. И поставь его перед завесой, которая перед ковчегом Откровения, против крышки, которая на ковчеге Откровения, где я буду открываться тебе. Теперь посмотрим, какие комментарии есть на шестой стих. Обеда достопочтенный, это его гамилия на Евангелие, пишет. «Христа прекрасно прообразует ковчег Завета, который находился за завесой, и в котором был золотой сосуд с манной и жезл Аарона, процветший, и скрижали Завета, потому что сам ковчег означает его, Христа, человеческую природу. Сосуд с манной – полноту божественной природы. Жезл Аарона – его Христа, священническое звание. А скрижали его Христа незыблемость, поскольку он и есть тот, кто дал закон и даст благословение соблюдающим закон». Конец цитаты. Действительно, мы видим, что все эти предметы, все, что делалось для богослужения, все это так или иначе было связано со Христом. Как и сам Господь наш Иисус Христос говорит, «Закон, пророки и Писание свидетельствуют обо мне». И задача христианина – во всем видеть Христа, насколько это только возможно. Далее мы читаем седьмой стих. Здесь также рассказывается о жертвеннике для сжигания благовоний. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им, то есть воскурять фимиам. И теперь мы посмотрим объяснение Августина Блаженного. Это его трактат, который называется «Переосмысление». Он пишет. В третьей книге, где речь идет о первосвященнике, о том, каким образом у него рождались дети, как ему нужно было дважды в день входить в святая святых, где был жертвенник кадильный для совершения каждения утром и вечером, куда было нельзя, как говорит закон, входить нечистым. И тот же самый закон говорит, что человек является нечистым после супружеского соития, что он должен омыться водою, но и омытый нечист до вечера. Августин продолжает. «Я, сказав, что очевидно, он или воздерживался, или в какие-то дни пропускал кождение, не увидел того, что не было очевидным. Ведь написано, нечист будет до вечера». Это в третьей книге пятикнижи, в книге Левит. Августин продолжает. «Может быть понято так, что вечером он не будет нечист, но только до вечера, чтобы вечером он мог чистым совершить кождение, даже если ради рождения детей, после утреннего кождения он соединился с женой». Блаженный Августин здесь говорит о том, что очень важно, когда мы совершаем то или иное служение перед Богом, нам соблюдать чистоту. «Священники служили по чередам, то есть сменяя друг друга так, что у них было время для того, чтобы находиться со своими домашними, мужу с женою и отцу с детьми. Но требования предъявлялись к ним серьезные. В нашем христианском прочтении воскурение фимиама перед Богом – это прежде всего молитвы, которые мы возносим перед Создателем. И очень важно возносить такие молитвы в чистом состоянии. Как сказано в начале утреннего правила, что не надо начинать чтение молитв, «донди же не успокоятся твои чувствования», имеется в виду греховные чувствования, они должны отойти от нас, покинуть нас, и тогда мы воздеваем пред Богом чистые руки и молимся бесстрастными словами. Далее в Библии говорится 8 стих, «И когда Арун зажигает лампады вечером, он будет курить им», то есть воскурять фимиам на этом жертвеннике для сжигания благовоний. «Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Мы знаем, что сейчас слово «курение» означает несколько другое. Дьявол подсунул людям табак, и люди совершают курение непонятно кому. Причем это курение явно во вред самим людям, раковые заболевания легких, дыхательных путей и так далее. Потому что Бог ревнив, и воскурять благовоние можно только перед Ним. А курение табака – это непонятно кому. Совершается кождение таким образом. И об этом говорится далее. Прочитаем 8 и 9 стих. «И когда Арун зажигает лампады вечером, он будет курить им, это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него». То есть иное курение – это чуждое курение, которое не связано с богопочитанием. И 10 стих. «И будет совершать Арун очищение над рогами его, то есть этого жертвенника воскурения, однажды в год кровью очистительной жертвы, за грех он будет очищать его, то есть этот жертвенник, однажды в год в роды ваши, это святыня великая у Господа». И мы посмотрим, какие комментарии есть на 10 стих. Это Ориген, древний учитель церкви, его гомилии на книгу «Левит». Здесь он пишет «Истинный первосвященник мой, Господь Иисус Христос, будучи воплоти, был с народом целое лето, то лето, о котором он сам сказал, благоествовать нищим, послал меня и возвещать лето Господнее». Лето в данном случае – это время. «Благоприятное и день отпущения». Ориген продолжает. «Я вижу, как единожды в это лето, в день умилостивления, Он, Христос, входит во святая святых, то есть исполнив предназначение, восходит на небеса и приходит к Отцу, чтобы внушить Ему благосклонность к человеческому роду, чтобы молить Его за всех верующих в Него, во Христа. Постигнув это, Его, Христа, умилостивление, которым Он примирил Отца с людьми, апостол Иоанн и говорит, «Это я говорю, дети, чтобы мы не грешили, а если мы и согрешили, мы имеем ходатая пред Отцом Христа Иисуса, праведника, и Он есть умилостивление за грехи наши». Также и Павел подобным образом упоминает об этом умилостивлении, когда говорит о Христе, которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру. И Ориген оканчивает свое рассуждение словами, «Итак, день умилостивления остается для нас, пока не зайдет солнце», то есть пока этот мир не достигнет конца. То есть то воскурение, которое совершалось на этом жертвеннике для сжигания благовоний, оно символически указывало на служение Христа. Как дым возносится на небо от этого жертвенника воскурения, так Христос вознесся на небо, как чистейшее благовоние, и облако взяло его из вида апостолов, и он вошел во святая святых и совершил служение умилостивления. Как и на жертвеннике всесожжения, который стоял перед святая святых, воскуряли фимиам. И после того, как Христос воссел одесное Бога Отца, как я часто объясняю, Бог Отец взирает на весь мир через раны Своего Сына и видит нас не просто прощенными, не просто помилованными, а именно оправданными, то есть никогда не бывшими виновными. Ибо во Христе мы получаем возможность начать жизнь с белого листа, как и сказано в Писании, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Далее в этой главе с 11 стиха по 16 стих говорится об обязательном для израильтян пожертвовании на Скинию. Это очень важно, когда своими финансовыми средствами мы поддерживаем наши храмы, наши святыни. И с 17 стиха по 21 говорится о медном умывальнике, и мы прочитаем отдельно 18 стих из этого отрывка. «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между Скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды». Давайте посмотрим, какие комментарии есть на этот стих. Беда Достопочтенный пишет, «Под этим сосудом или умывальником, как называется он в дальнейшем, можно понять прежде всего воду, крещения, омовением в которой непременно очищаются все, кто приступает к дверям церкви». Действительно, поскольку в Скинии Завета был расположен также жертвенник всесожжения, дважды в один и тот же день, утром и вечером, сами священники, когда входили в алтарь, чтобы вознести Господу фимиам, должны были совершать омовение, а водою крещения мы укрепляемся лишь однажды. Позже этот умывальник предоставляет нам омовение от угрызений совести и слез, с чем мы всегда имеем дело, но особенно, когда приближаемся к совершению небесных таинств. Омытые однажды в водах таинства святого крещения, если потом мы спотыкаемся, ошибаемся, мы имеем другой источник, это наши слезы, когда мы будем оплакивать наши грехи, то есть каяться с истинным раскаянием. А само таинство покаяния, оно и называется вторым крещением. Григорий Великий, двоислов Папа Римский, в своих сорока гамильях на Евангелие пишет, «Моисей ставит умывальник из меди, из которого священники должны были умываться и входить в святая святых, ибо закон Божий прежде призывает нас омыться уколами совести, чтобы наша нечистота не оказалась препятствием для проникновения в чистоту тайн Божьих». Конец цитаты. Уколы совести, братья и сестры, это тот стыд, который мы испытываем, если впадаем, не дай Бог, в какие-то грехи, но это необходимые для нас уколы совести, чтобы отдернуть нас и заставить задуматься над нашим теперешним состоянием. И так, как я уже сказал, в этой главе 17 по 21 стих говорится о медном умывальнике, а с 22 по 33 говорится о мире для священного помазания. И здесь надо обратить внимание на то, что запрещалось делать подобное мира для какого-либо другого употребления, кроме помазания. И последний раздел сегодняшней главы о благовониях для сжигания на жертвенники. Это с 34 по 38 стих. Давайте посмотрим 34 стих и комментарии на него. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ стакти, у ниха, халвана душистого и чистого ливана всего поровну». И мы смотрим комментарий на 34 стих. Здесь «Беда Дестопочтена» это его третье слово Аскини пишет «Вы не привнесете к такому составу фимиама другой примеси. В перечислениях этой книги из каких ароматов следовало составлять этот фимиам обозначено поименно в первую очередь масло миры, а также оникс, приятный на запах гальбан и самая светлая смола. Известно, что все это обозначает вечное благо. Главное, что мы ищем Господа. И так не следует приносить над золотым алтарем иного состава фимиама, чем тот, что установил Господь, поскольку молящиеся ищут у Господа только того, что он сам заповедал и что пообещал даровать, и мы должны веровать только тому, чему он сам научил нас. Конец цитаты. И смотрите, как в окончании отрывка об изготовлении священного мира сказано 33 стих, кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего, также и в окончании раздела о благовониях для сжигания на жертвенники 38 стих говорится, кто сделает подобное, чтобы курить им, душа-то истребится из народа своего. Иными словами, все, что предназначено для богослужения, не может использоваться по другому назначению. Каждый из нас это жертва благоприятная Богу. И как некогда Христос сказал Кесареву, отдавайте Кесарева Богу, Богову, имея в виду, что все мы Боговы, ибо Господь создал всех нас. Как и сказано о сотворении первого человека, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его, дыхание жизни, и стал человек душою живою. И как свечка, которую мы ставим в храме, она сгорает от начала и до конца, так и жизнь каждого из нас должна быть всецело посвящена Богу. Как благоухание, приятное для Господа, как фимиам, возносящийся от престола освященного жертвенника. Да будет так. Итак, сегодня мы окончили изучение 30-й главы книги «Исход». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 31-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok